Чтобы максимально верно представить, как же выглядит наша планета сверху и в разрезе, проще всего обратить внимание на улей диких пчел. Да, да, вы не ослышались. Наша огромная планета практически точная копия пчелиного уля за мелкими несущественными различиями. Конечно, мы себя отождествляем с человечеством, и по сути это верно. Но наш пасечник, который следит, чтобы наш пчелиный улей нормально функционировал, смотрит на наш образ жизни немножко в другой парадигме. Как и у нас, но точно так же и у пасечника, есть недруги его уровня и его развития. Пока наш пас, он же спас, отвлекается на более серьезных противников себе подобных, к нам так же в эти моменты проникают недруги нашего уровня, а порой и более высшего в эволюционном развитии. Наша сото в буквальном смысле оккупирована, и первостепенная задача – это повсеместное пробуждение максимального количества людей. Несмотря на то, что мы по вселенским канонам бессмертны, это не означает, что нам нужно опускать руки. Опыт других ячеек наглядно показывал и показывает даже в эти минуты, что мы способны избавиться от оккупантов своими силами. Мы задаем колоссальное количество вопросов и не можем получить на них ответы. Но все значительно проще. Избавление от агрессоров дает самостоятельное восхождение к утраченным знаниям. Звучит довольно просто. Проснулся сам – разбуди ближнего. Уверен, что многие из вас неоднократно предпринимали попытки открыть глаза своего собеседника на суровую действительность и практически всегда терпели фиаск. Яд, который нам впрыскивают в наши тела и в наши души, буквально с рождения, очень эффективный. И работу этой травы мы видим сплошь и рядом. Если корабль тонет или горит дом, то нет особого смысла изучать тонкости устройства нашего уля, нашей планеты. Основы вами уже получены, и уже можно отталкиваться от того, что я не раз озвучивал, и самостоятельно докапываться до истинных положений вещей. Азы я сообщил и, возможно, не раз буду озвучивать. Серебро – сильный металл. Сказки про оборотней – не сказки. Создаем серебряные обереги. Книги. Даже те крупицы ведических знаний уже дают возможность нам сбросить кандалы захватчиков. Мысль. Мысль – это сверхсила. Не забываем. Проснулся – разбуди ближнего своего. Спросите, как? Если он ваш родственник или близкий человек, дарим ему оберег. Не хочет изучать слова «волхва» или «мудра» – находим аудиозапись и ставим вашему розыщу на сон грядущий. Лично я на сон слушал колоссальное количество знающих и понимающих людей. Если вам удастся хотя бы с одного человека оторвать лярву с его души, это уже прорыв. Ожившие люди наполнятся светом, а их глаза станут застилать слезы радости и тепла. Зачем в эти минуты нам нужно знать детали устройства нашего улья, огромной планеты? Если враг уже даже не на пороге. Если враг уже по-хозяйски расхаживает в нашем доме. Прямая атака – это погибель. Враг того и ждет, чтобы люди начали устраивать бунты. Любой бунт будет подавлен, будут брошены все силы на подавление любого очага и любой незначительной вспышки. Только пробуждение ближних во все времена давали триумфальный успех. Не раз бывало, что подмога приходила из соседних ячеек, но помощь приходит туда, где ее ждут. А сколько в нашей ячейке людей ждет подкрепления из соседних миров? Задайте, пожалуйста, себе этот вопрос. Если каждому из нас подстать одной только силой мысли, давать свет ближнему, то вообразите на секунду, если каждый из нас в едином порыве будет желать избавления от рабства и от уготовленной для нас участи. Наши предки смотрят на нас, ждут от нас действий. Для того, чтобы они могли воплотиться в новые тела, нужны новые люди. Но нас с каждым годом становится все меньше и меньше. Когда мы покинем этот мир, то для нас также может не найтись подходящих тел для нового перерождения. Чтобы не висеть между мирами и не ждать, когда наши потомки попытаются избавиться от захватчиков, мы должны действовать здесь и сейчас. Я не мессия. Я не пророк. Я обычный человек. Каждый из вас, кто меня слышит в эти секунды, проходил тот же путь, который прохожу сейчас я. Вы также проходили подобный путь в других воплощениях. В предыдущих воплощениях каждый из вас делал именно то, что делаю я в эти минуты. Мои знания – это не моя заслуга. Мои способности – это не мой труд. Все знания, все способности наши общие, потому что мы единый род, единый рой. Когда вы с кусочком тьмы заходите в комнату, которая наполнена светом, тьма не в силах окутать ваше помещение. Но если же вы с кусочком света заходите в темную комнату, все ваше жилье наполнится теплом, наполнится светом. Я озвучиваю лишь то, что было известно задолго до меня. Я делаю лишь то, что делали задолго до меня. Не спим, не сидим, каждую минуту думаем, кого пробудить. Используем каждый, любую возможность, по мере своих сил, по мере своих способностей. Данные строчки я еле успеваю печатать, как много лет назад я писал свои рукописи. Писал по наитию, словно по чью-то диктовку. Точно так и сейчас физика не поспевает за мысли. Оглянитесь по сторонам. Что вы видите? Куда вы идете? Кто нас ведет? Игнор, только игнор. С вашей стороны. К мнимым спасителям. К мнимым пророкам. У меня нет помощников. У меня нет покровителей. У меня нет прихода. Я абсолютно один. И если один человек смог, без какой-либо помощи, и был услышан, и был правильно понят, то и каждому из вас под силу сделать то же самое. Вся сложность в том, что мы все усложняем. Читайте нашим детям сказки. Ограждайте детей от ТВ. Ограждайте себя от ТВ. Телевидение – это самый мощный инструмент у наших захватчиков. Лично я более 13 лет не смотрю телевизор вообще. Несмотря на полученные в готовом виде знания, я неустанно отшлифовываю свой опыт на практике. Изучал и изучаю сотни лекций. Знания на поверхности. Для ведущих людей моя подсказка с сотовой планетой всего лишь соединила все пазлы. Воедино все срослось. И это значит, мы на верном пути. Думаем, думаем. Включаем смекалку, включаем родовую память. Нам говорили спать. Я говорю, просыпайтесь. Подъем. Вставайте. Более 20 лет я думал. Не проходило ни одного дня, ни одной ночи, чтобы я не обдумывал свой дальнейший путь. Я понимал одно. Если знания были даны, мне их нужно озвучить. Ни разу я не свернул со своего пути. Ни на шаг не отступил со своей дороги. Зачем нам знать детали, кто и как прикрутил лампочку солнца? Зачем нам знать именно сейчас, из чего сделан наш небесный свод, купол? Мы утратили родную речь. Мы забыли, как правильно питаться. Мы не умеем строить правильные дома и ткать нужные одежды. Зачем нам знать сейчас, из чего сделаны звезды, если мы не знаем, что у нас под ногами? Мы не знаем, что у нас внутри и что у нас снаружи. Самое главное, мы не понимаем, что мы в ужасной оккупации. Что мы обречены, если не начнем действовать. Проснулся сам, разбуди другого. Времени почти не осталось. Счет уже пошел. Не на десятилетия. Счет пошел. Уже на годы. Если вы меня поняли, если вы меня услышали, действуйте незамедлительно. 200 лет назад нас было несколько миллиардов. 100 лет назад нас было уже около миллиарда. Сейчас нас всего осталось 200 миллионов. Еще 100 лет и в этой ячейке даже намека не останется на то, что мы здесь когда-то были. В завершение скажу важное. Даже при худших раскладах нашим предкам удавалось сдюжить, а значит сдюжим и мы.